приветствуем вас на нашем канале сегодня мы попали в гости к компании the world и у нас есть представитель компании в лице андрея который очень неплохо разбирается в этом инструменте привет доброго здоровья основная проблема аккумуляторного инструмента невозможность работать с пылесосом либо я ошибаюсь есть какая-то пребуду либо по скрытьи будет ли в будущем какое-то решение но невозможность работать с пылесосом наверно надумано всегда вы можете работать пылесосом ну пока не мере инструмент процессе работы которого образуется много пыли имеет возможность подключения к пылесосу то есть это может быть шлифовая машина это может быть фрезер это может быть циркулярная пила соответственно вы подключаете to the пылесос единственный нюанс то что он как сетевой сетевой подключили к пылесосу с розеткой и потребление электричества инструментом сигнализирует о том что надо включить пылесос таких решений уже не реализуешь с аккумулятора однако сейчас появляются другие решения которые реализуются несколько иначе это дистанционный запуск соответственно появляются инструменты на них нарисованы и пылесосы кстати инструменты и пылесосы на них нарисованы вот такие вот цепочки вот это вот две цепочки это показывает о том то что этот инструмент подключается сцепляется с каким-то системой полеудаления так вот если на системе полеудаления на пылесосе есть такая цепочка если есть такая цепочка на инструменте соответственно эти инструменты можно синхронизировать нет это не bluetooth это радио модуль примерно такой же радио модуль который используется для открытия ворота шлагбам ворота их может быть радиус действия несколько больше чем у bluetooth и сам по себе этот модуль ну как по крайней мере инженеры объясняли по стоимости более доступны то есть не нужно там с протоколами какими-то там все 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 несколько проще настраивается соответственно в комплекте допустим с этим пылесосом есть вот такая вот кнопка дистанционного запуска вы можете ну если сюда поставить батарейку а вот она если сюда поставить батарейку это аккумуляторный пылесос так если сюда поставить батарейку и перевести его в режим работы как раз от этой самой кнопки от этой самой цепочки загорелась эта лампочка и запуск будет осуществляться с этой самой кнопочки ну соответственно это может быть какой-то инструмент может быть штраборез или шлифовальная машинка и соответственно при запуске этого штрабореза не шлифовальной машинки будет запускаться чем элементом на и ограничение по объему потому как пыль м-класса она еще может быть взрывоопасны поэтому пылесос не должен быть больше тридцати пяти литров тоже есть не делать мки до больше тридцати пяти смотрю не делал мки не делают больше степете стоит отметить что этот аппарат на flex вольт то есть это на пятьдесят четыре вольта есть такая плавная система такой полосе на 18 вольта она без дистанционного запуска да без пока без пока без дистанционного но однако есть 18 вольтовый маленький сша ранцевая они кстати он уже с встроенной этой синхронизации но его у нас в россии пока еще нет да или уже есть 2020 следующем году все понятно имеет ли смысл как у вас продаются производить торцовки с протяжкой типа dws 774 777 778 если вы конструктиве уже есть слабо звено отсутствие жесткости пилы при боковой нагрузке относительно пильного диска боковая нагрузка совсем прямо как отсутствие жесткости пилы при боковой нагрузке относительно пильного диска ну я не совсем понимаю то есть у нас подача материала идет сбоку процессе пиления или может быть завод идет ну можем попробовать нас есть аккумуляторной версии этих пил и в принципе я просто не совсем понимаю какая боковая нагрузка может приходиться на пильный диск по большому счету на пильный диск никакой боковой нагрузки приходится не должно нагрузка должна быть нормальной то есть проходить по нормали к пильному диску то есть соответственно ну соответственно при боковой нагрузке ну ладно я тоже не совсем понял вопрос подбирал систему хранения хотел купить то в системе 2 потому как размеры подходящие отпугнул очень высокий ценник в итоге взял другую слабая оптимизация сайта либо это мне так повезло шуруповет нашел dcf 610 d2 нашел там случайно вроде но это ты не отвечаешь за эти вещи я не могу тебе наверно их задавать а вот насчет это в систем тоже цены не регулируешь ну здесь насчет of system это вообще наша самая дорогая система хранения вообще какая-то адская мне кажется она мега тяжелая во-первых она без она смотри уже смотри у нас нас по большому счету 2 2 системы хранения одна из них до места к другая из них tov system tov system это та система которая предполагает работу снаружи помещения ну и соответственно предполагает те же самые нагрузки то есть она там может упасть на нее что-то может упасть соответственно она должна она имеет систему пылевлагозащиты там 65 степень если говорить про тестаки они значительно легче толщина пластика тоньше там идет четырехмиллиметровая толщина стенки здесь идет два с половиной миллиметра толщина за но если так вот его поднять вот этого top system этот ящик он килограмм 5 весит просто пустой то есть нужно понять что сегодня таких три ящика с инструментом ты должен быть как меню ну 5 олега вот он от армии или на телега на телеге везешь телега причем на 10 этаж на когда нам лифт еще не установлен на самом деле есть нарекания на эту телегу то что далеко не все дни не в каждый лифт она проходит по ширине так ну ладно давай дальше смартфон д кстати эта система tov system 2 0 уже вышла в америке и анонсировали она на раскрыть у нас тоже через годик до появится да у нас будет обновляться и кстати система теста к нам тоже будет немножечко обновляться в принципе разъемы подключения будете те же самое ну чтоб со старой коммуницирует здравствуйте смартфон давал dmd 501 что это был за проект и почему не получил развитие ведь начинки и характеристика в общем был хорош интересные функции типа ман мэн даун и супер защищенный корпус и т.д. вообще в курсе эти темы да были там нэн даун не в курсе того то что это был пылесос а в курсе свой пылесос смартфон скажем таки это но но опять-таки по начинке он весьма скромный был там 2 гигабайта 16 гигабайт встроенной памяти 2 гигабайта оперативов но по современным меркам уже скромный это ну надо сразу понимать что это не тот продукт который производит the world это тот продукт который кто-то произвел под его брендом единственный вопрос это мы сами заказали у кого-то или соответственно это какой-то франшизный проект когда кто-то там реализовал но развитие он не получил потому как мы все-таки не компания которая занимается производством мобильных телефонов не собираемся конкурировать самсунгами lg и всеми остальными и было принято решение наверное этот проект заморозить в том виде в котором есть скорая зима и возник вопрос как эксплуатировать аккумуляторы flex lock как хранить в неотапливаемом помещении и можно ли хранить заряжать на морозе или придется каждый день носить и квадрат домой по поводу батареек разряжать их на морозе безусловно можно единственное то что хранить разряженные на морозе нельзя ранее мы это обсудили то есть хранить заряженными хранить захаре не хранить заряженность но это принципе как и любую емкость в принципе если вы посмотрите потом как нужно условно говоря законсервировать машину военный какой-то справочник типа консервации автомобиля скажем таки вы можете видеть что там будет написано то что практически все емкости которые не находятся должны быть заправлены вплоть до бензобака соответственно любая почему так делается ну потому как опять-таки то же самое хвалы нет ну опять-таки с одной стороны не рассыхал а с другой стороны если этот бензобак не из композита сделано из металла не дай бог внутри какие-то царапины начнет образовываться коррозии не каждый фильтр эту коррозию словит поэтому заправленный бак он нержавеет точно не будет и все эти емкости они то есть ну что нужно факту можно если говорить про батарейку то заряжаться она сама не будет при температуре ниже плюс 5 градусов то есть зарядное устройство там тоже идет отсечка при температуре плюс 5 градусов ниже плюс 5 градусов он в принципе батарейку не заряжает поэтому заряжать ее только в тепле ну зарядное устройство просто не станет заряжать на морозе тоже там есть определенные нюансы и на самом деле здесь нужно отметить что не столько холод убивает аккумулятор но в плане того чтобы глубокий раз в глубокий разряд и на самом деле жара то есть горячий перегрев 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 очень сильно сказывается на ресурсе на ресурсе в том смысле в котором мы его понимаем на числе циклов заряд разряда сказывается то есть если эту батарейку вы положите на батарею даже полностью заряжена или разряжена и она вот там пролежит там не знаю там полгода может быть чуть меньше это сильно более негативно скажется чем нежели полностью заряженная батарейка будет у вас зимовать на даче хорошо для внутреннего рынка сша производится инструмент на заводе в индии это вопрос для внутреннего производится инструмент который в индии собирается слушайте но если честно я вот детально даже не знаю что вот какие вполне возможно что-то производится не буду отрицать это завод devolt это наш собственный завод поэтому мы можем там производить продукцию для всех рынков на которых компания работает проблема не вижу а поставляется ли сейчас туда какая-то продукция с этого завода сразу не отвечу там на сегодняшний день производится если не ошибаюсь порядка десяти единиц инструментов то есть самое много бюджетные модели очень много это шурупчик от зарезаться то есть она к это как эти у как они называются ну самый подающий получают фестов у фестовской знаешь для чего это штука сделала форта портурла как шурупчик замедлить варе туда можно поставить сверло грубо говоря тебе нужно чтобы на выходе тебя тоже было чистое отверстие ты чуть-чуть раз прошел тебя там вышла получается центрирующее сверло ты его так поменял с той стороны но уже зашел вот ну во всяком случае эти сверла которые в фестуле они позиционируются зобу ну вот это вот это больше сверла на самом деле немножко не для этого это больше для того чтобы каника и коммуникации протягивать каркасе соответственно почему размеры идут как раз там под размеры труб там суша посадочный диаметр я смотрю какой-то прям еще большой но не на десятку точно до патрон не почему на 13 до ну если учитывать что здесь эти фаски снят она и десятку так мы немножко отвлеклись поехали дальше почему компания the world использует стяжки хомут в статоре дрели dw 024 сравнение и разборка дрели у евгения белгорода за белгород замечено что не только у данной модели используются стяжки завод производства вроде в индии срок службы этих стяжек почему стяжки я могу сейчас я могу сейчас ребят только догадываться чем думал инженер когда но в любом случае прежде чем условно говоря фиксировать эту самую обмотку окунать там влака и необходимо каким-то образом зафиксировать ее могут условно говорят тканью намотать изолеции какой-то смотать бинтами в данном случае выбрали стяжку но наверное так проще быстрее дешевле слушай а егэ райоби что вы про них можете рассказать как а егэ а егэ и райоби я есть есть инструмент а егэ есть инструмент райоби но не конкуренты да как бы правильно сказать то что в принципе есть здесь вот вопрос про конкуренцию он такой достаточно обширный конкурент ли циркулярной пиле ножовка но с одной стороны товар-заменитель до с другой стороны ножовка делает быстрее ладно на самом деле некорректно говорить про чужие бренды более плохо если начнешь говорить поэтому тыщу нет поэтому если нужно сравнивать нужно сравнивать не бренд с брендом а нужно сравнивать модель с инструментом шуруповерт шуруповертом конкретные модели и соответственно делать выводы о том применительно даже какой-то конкретной задачи насколько этот инструмент соответствует этой задачи а то последнее время пошла мода знаешь неадекватно сравнить а егэ сравнивать с деволтом несколько вообще неправильно подобранной модели и методика здесь 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 нужно сравнивать вот брать модели говорит что вот вы применительно к этой задаче этот инструмент справляется лучше потому-то 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 вполне возможно что есть какая-то другая специфичная задача для которой этот инструмент подойдет здравствуйте хочу приобрести перфоратор devolt d25-133b комплектация сумки в основном для домашнего использования и частных шабашек характеристик дизайн скорее всего экономика все устраивает отпугать негативный отзыв по поводу патрона данного перфоратор а именно вылетает оснастка что с ним не так может быть смазали что с ним не так с патроном действительно нужно отметить это пожалуй самая продаваемая модель здесь нужно отметить что чем больше инструмент продается тем больше этот инструмент ломается но здесь нужно отметить что цифры будут не абсолютно и относительные то есть но опять-таки соотнесенные с объемом продаж вот и 133 у нас они ни разу обращались применительно к говоря ну количество штук конечно ломается несколько больше вполне возможно что типовая поломка это патрон у этого перфоратора одна из самых частых поломок одна из самых частых поломок действительно в принципе какие-то элементы в инструменте какие-то элементы инструменте зачастую есть такой инженерный прием как разработка так сказать самых слабого звена вся штука в том то что этот инструмент тот же самый редуктор тот же самый патрон идет и на бесщеточной модель на наш аккумуляторный 133 перфоратор поэтому в этом аккумуляторном перфораторе нету счета который бы износились и как мы говорили ранее сигнализировал о том то что необходимо обслужить инструмент вполне возможно там просто выходит из строя какой-то элемент патрона заменив который вы имеете условно говоря как сигнализирующий устройство то что нужно обратиться в сервис и добавить смазки поменять там какие-то резиновые уплотнения когда еще раз повторюсь это лишь только моя догадка это не прямой какой-то вот точный ответ но хочу отметить что на бесщеточных моделях отсчитывать там условно говоря время работы инструмента несколько будет проблематичней поэтому вполне возможно что вот такой вот элемент износа добавлен именно в патрон каким образом реализована быстрая остановка диска на wd и 43 57 43 50 и w и датс это аккумулятор это сетевая бесщеточная угловая шлифовальная машинка там стоит электронный тормоз соответственно просто ну как и любой как и любой электронный тормоз он работает таким образом то что ток запускается в обратную сторону то есть здесь направление течения только определяет направление течения направление вращения ротора соответственно только мы проблем в обратную сторону ну и соответственно осуществляется электронный тормоз но опять-таки применительно к щёточному инструменту обратное направление это повышенный износ щеток а здесь щеток нету поэтому ни на что это не леет роботов строители планируете производить может уже есть прототипы такие квадратные как этот тесла короче роботостроители но мы производим инструмент этот инструмент называется ручной инструмент поэтому здесь должны быть какие-то руки соответственно сегодняшний день это руки человека поэтому я слушаю если представляешь заводнят рынок этими роботами люди останутся без работы я считаю что это неправильно надо эту тему немножко слушай но это как его называется как там говорят каменный век закончился не потому что кончились камни да а когда это там посмотреть очень интересные там эти футурологические обзоры там за лондон там вот это начало этого года там типа вот если такими же топом темпом поголовье лошадей будет увеличиваться то весь лондон окажется большой кучей навоза потому что вывозить не будут успевать ну соответственно пропорционально увеличение поголовье лошадей нужно увеличивать лошади которая вывозит этот навоз и такая геометрическая прогрессия приводила к тому то что к 50-м годам весь лондон должен быть в одной большой куче навоза если вы посмотрите сейчас сейчас очень много таких профессий которых раньше существование которых в принципе было тяжело себе представить так давай дальше здравствуйте скажите пожалуйста если различия в качестве между американской и китайской сборкой ну здесь на самом деле говоря про американскую про китайскую сборку я в любом случае как представитель компании не имеешь права говорить что должен не ну я не мне тяжело давать оценочные какие-то суждения оценочные вещи вот это вот оценку можно давать лишь только тогда когда ты располагаться какими-то цифрами то есть любом случае для того чтобы ну сделать какой-то вывод нужно поставить две цифры соответственно оценить статистику по поломкам штатах и по поломкам сбору собранных инструментах сша и аналогичным инструментом продаваемым европе но собранных в китайской народной республике я сейчас то поставить их просто не могу но еще раз повторюсь тоже уже сегодня говорил если количество поломок этих на объем проданных инструментов будет более одного процента то здесь как правило эту модель будут внимательно изучать что же там такого тут вопрос следующий я я смотрю что в нем в нем даже заложен некоторый ответ на предыдущий почему качество литья корпуса инструмента для европы отличается в худшую сторону от качества литья для сша и не надо утверждать что все одинаково качественно имея модели как для европы так и для сша в некоторых китайских моделей европы некачественное литье видно невооруженным глазом ну здесь опять-таки мне тяжело сопоставить потому как американских инструментов у меня очень очень немного и соответственно вот если два одинаковых положить рядом посмотреть а что там условно говоря какой обзор какова там толщина пластика как изменяется толщина пластика в зависимости от удаления от точки экструзии ну я я таких я я я я такого условно говоря анализа не проводил мне тяжело рассуждать не ну знаешь а было бы забавно сказал вот ну реально давай так споритируем такую ситуацию ты говоришь да реально отличается да реально вот то что в китае призвать нас ну полное говно не покупаете да и на второй день мы тебя бы уволили правильно даже нет причину нет на второй день вы меня не уволили потому меня нет почему ну хочу сразу сказать у нас в принципе не так много людей которые все эти каналы просматривают тем более ролик получится длинным найти нужное место будет не так проблем если кто-то специально носом не ткнет и смотри на 23 минуте качок смотри на 23 минуте что он там спорол слушая матч мне интересно это уже от меня вопрос о компания стали блэкин декер да вот ваша она на мировом рынке получать самая большая с инсту в инструментальной сфере вот именно по денежному да да мировой лидер в этом отношении мировой лидеры ну и опять-таки можно делить дробить на сегменты есть произвольное направление производства оснастки есть на проявление производства ручного инструмента если направлении производства электро инструмента и нужно отметить то что производстве инструментов мы действительно номер один если все эти три направления обеди ведь на самом деле в россии никто не знает что все считают что back then если посмотреть на электроинструменты то на сегодняшний день the world стэнли и блок-эндекер это тоже есть еще направление там крафтс в соединенных штатах есть еще направление портер кейбл США и здесь тоже нужно отметить, что по объему производства электроинструментов номер один. 6, по-моему, с половиной миллиардов долларов электроинструменты, только электроинструменты. Порядка, по-моему, 6 миллиардов направления ручного инструмента, в оснастке где-то около 3 миллиардов. Если говорить про оснастку, то с недавним приобретением Ирвин, а Ирвин тоже оснасток... А, то есть это уже в АСВ чемоданчике прям похожи. Ирвин, да. Соответственно, если сюда прибавить, а Ирвин в оснастке очень много чего интересного производят, то сейчас Слушай, а знаешь, я просто смотрю, реально у вас модельный ряд электроинструмента и видно, что для того, чтобы разработать одну модель, нужно очень много вложений. Видно, что у вашей компании на самом деле до хрена бабла. Здесь действительно нужно отметить, если вы обратили внимание, то, что огромное количество новинок выпущено за последние три года. Чем больше ты продаешь инструменты, тем больше возможности инвестировать в новинки. В среднем компания за прошлый год, за 18-й год, компания выпустила порядка тысячи новых продуктов, тысячи новых всевозможных решений. При этом 10% из них, это получается порядка 100 единиц, это те инструменты, про которые можно сказать впервые в мире. То есть такого не было до этого и тут, нате, пожалуйста, Ну да, инновации, так что если вы все еще думаете о том, с какой аккумуляторной линейкой вам подружиться, ну подумайте о том, что подружиться с Деволтом, здесь есть реально хорошая перспектива, то, что у вас всегда будет самые свежие, самые новые вещи. Угу. Знаешь, что интересно мне, Андрюш, органайзеры Стэнли соединятся с этими, с Деволтовскими или нет, чемоданами Тестак? Тестак Стэнли и Тестак Деволт соединяются. Когда появится шуруповерт со съемным патроном? Ну, на сегодняшний день, в принципе, таких вещей не анонсировано, но вполне возможно что-то подобное появится. У нас есть отдельный шуруповертик, так сказать, шестигранником 6,35 по четверть дюйма и, соответственно, есть просто шуруповерт. Ну, что-то среднего международного. Инфы нет, в общем. Компактная торцовка с плюшками, плавный пуск, поддержание оборотов или как 774, не хватает регулировки погружения. Будет ли что-то новое сетевое? 774 пила, вся штука в том, что там, получается, направляющие, по которым она ездит, трячит внутрь корпуса и на ней ограничение глубины врезания, в принципе, реализовать невозможно. Поэтому реализовать возможно только тогда, когда по параллельным направляющим, то есть когда салазки не будут менять угол наклона вместе с углом наклона пилы. Поэтому это реализовано только на 778. В принципе, в следующем году ожидается появление обновленной пилы с 250-м кругом этими параллельными салазками. А с 216-м кругом, по-моему, такая пила есть, 18-ти вольтовая версия, аккумуляторная, соответственно, нет, но, к сожалению, по-моему, в Россию мы, по-моему, не особо везем. Когда торцовка 780-я с 305-м станет вперед направляющими, китайцы уже начали делать, 780-я теперь проигрывает, не китайцам, конечно, из-за направляющих не в ту сторону. Жду удобную торцовку в вакуумах одновременно 220 вольт. Вообще, тема переходников с 18 на 220 сильно волнует, ибо у некоторых заказчиков при старте одновременно и пыликами, и пилы, и т.д. часто в лучшем случае автомат выбивает. По порядку. 780-я с направляющими в другую сторону. В принципе, компания, я так понимаю, очень сильно озадачивалась разработкой новых конструктивов. И, в принципе, я так понимаю, что в горизонте ближайших полутора лет действительно появятся какие-то новые прогрессивные модели. Может быть, они запатентованы, эти направляющие вперед тем же фестулом или не в теме? Ну, мне тяжело. Я, если честно, в этом отношении не изучал патентное законодательство. Хотя, если китайцы делают, то даже в принципе… Не, ну, здесь опять-таки нужно отметить, где китайцы, а где патентное законодательство. Поэтому не всегда они следят за тем, чтобы… Появятся ли вот эти вот более компактные механизмы, которые не будут требовать, ну, скажем так, увеличивать место установки этого инструмента, я думаю, в принципе, появятся. Но единственный все-таки момент то, что пока, скажем таки, далеко ведущих анонсов, их никогда не делается. Как правило, анонсируются инструменты, которые выходят, ну, в горизонте ближайшего года. Ну, полугода, максимум года. Поэтому сейчас пока сказать, что что-то в разрезе 20-го года… А насчет переходника на 220 вольт? На 220 вольт, на 780 вольт он как бы существует. Какой вопрос? Что там с него? В общем, тема переходника с 18 на 20 вольт сильно волнует, ибо у некоторых… 18 на 220, в данном случае 108 на 220. И горят, вырубают автоматы. Ну, здесь опять-таки вопрос исключительно к той автоматике, которую вы используете. Не, вопрос именно как бы, будет ли вообще тема переходников развиваться с 18 вольт на 220 вообще? Ну, вы знаете, прямых… Запрос, конечно, есть. Запрос достаточно большой, и я так понимаю, он находится в работе. Но пока все то, что… Те вопросы, которые я задавал, опять-таки тоже надо отметить, что самому это интересно. Те ответы, которые я слышал, то что, в принципе, в ближайшей перспективе пока подобного не планируется. Но опять-таки ничто не стоит на месте, вполне возможно, что все сильно может поменяться. Почему такой дорогой сервис? Например, съемные патроны для головы перфораторов с быстросъемом Bosch, Metabo, Devolt делает одна немецкая контора. По сути, они одинаковы, но Devolt на 25-30% дороже. Ну, Devolt на 25-30% дороже. Ну, надо же на какие-то деньги делать новые разработки. Ну, слушайте, здесь я не готов ответить, что это исключительно, потому что мы хотим много кушать. Здесь, ну, вот про конкретную позицию трудно ответить. Все, затрудняешь ответить очень правильно на самом деле. Нет, вот… А врать не хочу, да? Ну, вот как вот сказать о том только то, что действительно ли этот патрон делает для нас рём? Я так понимаю, одна немецкая компания, имеется в виду они. Действительно ли у нас этот патрон рём? Действительно ли этот патрон дороже? Ну… Когда Devolt наконец начнет заботиться о легких своих пользователей, все-таки придет переходники для своей системы поведения к пылесосу. А то у них у всех есть пылесос Devolt, где-то он идет… А что, у разу нет переходников? Переходники есть, они даже в комплекте с пылесосом должны идти, какие-то идут переходники в комплекте. Соответственно, в принципе, большой проблемы не вижу. Некоторые переходники, кстати, поставляются отдельно. То есть, в принципе, если вы зайдете там и посмотрите на взрыв схеме пылесоса, вы можете видеть переходники набора адаптеров отдельно. Инструкцию, опять-таки, если вы полистаете, вы можете найти их не каталожные номера для заказа. Или пользоваться переходниками Encore. Да, соответственно, все имеется. Вопрос. Как вы думаете, насколько сильно сейчас кусают локти владельцы системы хранения Miloki ПК от после презентации Devolta в System 2.0? Насколько сильно кусается? Не знаю. Спросите у владельцев ПК от. И того, и того у нас нет, да? Пока. Здравствуйте. Я небольшой поклонник Devolta. У меня вопрос. Как-то купил ваши биты ударные? Уже уж так их нахвалили. Типа второе место после Miloki. А на деле оказалась такая хрень. Когда бренд будет нормально расходниками стали в России, как уже достал говно Китай? В принципе, если говорить про использование биты, здесь нужно отметить, чтобы еще шурупы были хорошие. Потому как биты разбиваются об шурупы. Главное, чтобы их не геометрия соответствовала друг другу. Те биты, которые производятся Devolta, предполагают наличие люфта не более 2 градусов. Соответственно, когда он встает в биту, не более 2 градусов. Если размер шлица просаженный, в который она встает, вы купили дешевые шурупы, то, соответственно, здесь уже производитель может быть и не сильно принципиален. А если мы говорим про ударные биты, конкретно вы ударные купили черные биты, то обратите внимание, как они изнашиваются. Они, как правило, не ломаются, они, как правило, слизываются. Вся штука в том, что ударные биты их делают не из хромованадивой стали, а их делают из высокоуглеродистой стали, которая несколько более пластична. Соответственно, она просто-напросто при работе с ударными винтовертами, с импактами, не будет разлетаться на много-много маленьких осколочков, по дороге травмируют все, что попадается. Соответственно, она просто-напросто больше слизывается. Поэтому основная идея в том, чтобы она не сломалась, не разлетелась на куски, никого не травмировалось. И, соответственно, это может быть проблемой в том, что эта бита будет слизываться при некачественном использовании с не очень хорошими шурупами. Хорошо стелешь, хорошо, молодец. Ну, действительно, любой импакт, если вы обратите внимание, ударная головка, толщина головки, стенки несколько больше, но при этом хочу отметить то, что они не раскрываются, не ломаются, не разлетаются. Стоит отметить, что биты, кстати, на самом деле, они не являются дорогими, не премиум-сегмент. На свои деньги они достаточно неплохо работают, потому что мы их тоже продаем. Кстати, да, там сравнивались опять-таки они... Разных, сколько типов. Нет, кстати, там очень интересное сравнение было. Там сравнивались вот это вот сравнение, про которое он говорит с Милоки. Не из разряда, сколько шурупов закрутит одна бита, а сколько будет стоить один закрученный шуруп. Да, да, да. Один закрученный шуруп. То есть, если говорить то, что там Милоковская бита, она стоила... Одна бита, условно говоря, там где-то в пять или шесть раз дороже, она закрутила больше. Наша стоила дешевле, но по стоимости они... ... ... ...